Пневматический пистолет состоит в основном из ствола и баллона. Баллон самый важный, потому что там находится воздух, который, можно сказать, выстреливает пулькой в мишень. Зарядить его очень просто. Надо поднять затвор до упора, вставить пульку и закрыть до упора. И нажать на спуск. Со стороны все выглядит просто. А теперь добавьте к этому вес пистолета, а это больше килограмма. Расстояние до мишени – 10 метров и всего лишь 20 секунд на выстрел. Для стрелка самое главное – это спокойствие и концентрация, я так думаю. Потому что если ты не будешь спокоен и нормально сконцентрирован, если ты будешь психологически неустойчив, то вряд ли у тебя что-то получится в стрельбе. Чаще всего у меня просто играет одна песня на протяжении всего старта, и какой-нибудь кусок песни даже. Я напеваю себе в голове и все. Каждый раз разное. Обычно, когда разминаемся, то я слушаю музыку, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи. И последняя песня, которая была у меня, играла в наушниках, то я остается в голове. Сейчас студентка первого курса одного из технических вузов Брянска входит в число самых перспективных стрелков не только России, но и как минимум Европы. Природное хладнокровие и уравновешенность вкупе с упорными тренировками уже сейчас позволяет этой хрупкой на первый взгляд девушке на равных сражаться с сильнейшими стрелками планеты. Сезон начался, наверное, с первых соревнований международных, которые были в Сербии, в Смейдерево, в городе. Но это было еще в ноябре месяце, когда первый вызов на сбор пришел. Там я выступила очень хорошо, как раз я выполнила мастера спорта России и поняла, что я могу стрелять, потому что до этого у меня никак не получалось выполнить мастера. Потом я поехала в Мюнхен, в Германию. Там тоже достаточно прилично выступила и поняла, что я буду отбираться на Европу. Притом я шла первым номером. Да, на континентальном первенстве наша сборная в командных упражнениях уступила французам. Но для молодой спортсменки серебряная медаль столь престижных соревнований – уже огромный успех. Конечно, был выбор между мной и девочкой, которая уже несколько лет в сборной и более опытная. И они хотели, ну, тренера хотели поставить ее, но все-таки поставили меня и не прогадали. Я даже с вывихнутой ногой смогла хорошо пострелять. Сейчас Ольга полностью сосредоточена на подготовке к чемпионату мира, который пройдет в июне. В Чехию талантливая спортсменка отправляется в статусе одного из главных фаворитов турнира и с твердым желанием сделать еще один шаг к своей заветной мечте. Наверное, как и у всех, Олимпийские игры – конечная цель. Хотелось бы, конечно. Ну, пару лет назад, наверное, я еще бы и не мечтала об этом, потому что я еще не знала, что попаду в сборную. А сейчас это вполне возможно, потому что девочка 19 лет, Виталина Поцарашкина, взяла серебро на Олимпийских играх в 19 лет. Это большое достижение. Мне вот 19 будет уже летом, но я не отчаиваюсь. Дмитрий Кузнецов, Владимир Шалободов. События. Брянск.